Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия и выступают с лекциями, направленными на предупреждение экстремистских проявлений в регионе. Начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Алтай подполковник полиции Алексей Попов рассказал о профилактике правонарушений по религиозным вопросам на семинаре, проводимом в Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай. Алексей Сергеевич проинформировал об этно-религиозной ситуации на территории региона, отметив, что сегодня граждане проявляют большой интерес к проблемам духовной жизни. Однако вера, духовность и религия – все это предметы слишком специфические, чтобы говорить о них без знания их законов. На подвесной территории зарегистрировано 56 религиозных организаций. Из них 29 православных, 9 мусульманских, 9 крестьян вероевангельских, пресвятерянские крестьяне, которые общего влияния на оперативный образователь не оказывают. Активная деятельность Республики фиксируется со стороны адектов 12 религиозных конфессий, зарегистрированных в установленном законопорядке. Это так называемые нетрадиционные религии. Крестьян вероевангельских, новая жизнь, благодать на камне, слово вероевангельских, церковь и наиболее людей. Наиболее прочные позиции в Республике имеет русская православная церковь. На сегодняшний день 29 приходов насчитывается. Однако в последнее время набирают обороты мусульманские объединения. Если вернуться 5 лет назад, то это были единицы. На сегодняшний день у нас зарегистрировано официально 9 мусульманских объединений. Это основная часть, конечно же, это на территории Кушеговского района. Педагогам подробно рассказали о таких понятиях, как религия, религиозные группы и организации. Отметив, что на территории России правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также правовое положение религиозных объединений регулирует Федеральный закон номер 125 о свободе совести и религиозных объединениях от 19 сентября 1997 года.